Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в 11.30 по GMT. Далее в 13.30 по GMT ждем статистику по первичным заявкам на пособие по безработице. Это классический еженедельный релиз по американскому рынку труда. И в это же самое время в 13.30 по GMT состоится выступление голосующего члена американского регулятора Лореты Мейстер. Это не просто глава регионального отделения ФРС, это один из комитета управляющих. То есть ее голос будет иметь очень важное значение для рынка, точнее ее мнение, потому что после выхода данных по инфляции, что основного индекса потребительских цен, что промышленной инфляции накануне, нам, конечно же, хотелось бы сейчас услышать официальную версию непосредственно элиты американского регулятора, потому что же изменилось в их фокусе внимания, в их мнениях и в перспективах касательно коррекции ключевой процентной ставки и текущего вектора денежно-кредитной политики. К сожалению, послушать Павла у нас не будет возможности на этой неделе, но пока что давайте ограничимся комментариями Лореты Мейстер. И под закрытие торговой сессии в 14.15 по GMT будет опубликован отчет по промышленному производству США. Еще один индикатор общего состояния американской экономики, который, честно говоря, вопросов-то сейчас не может быть, особенно после последних релизов по темпам экономического роста за третий квартал, когда экономика выросла на 4,9%. Да, в четвертом квартале темпы экономического роста будут уже гораздо скромнее. Ну и если сравнивать в целом то, что происходит с американской экономикой и говорить о слабости той же самой еврозоны и британской экономики, понятно, что дела в США гораздо лучше. Давайте по порядку, по основным торговым инструментам. Индекс доллара 104.38 корректируется. После обновления локальных минимумов это понятно, логично, потому что снижение, которое мы видели во вторник после выхода данных по инфляции, стало крупнейшим более чем за год. За одну торговую сессию нужно даже постараться, чтобы найти такой же мощный однодневный обвал, который превысил 1,5%. Напомню, что основной триггер этих распродаж стали данные по инфляции, в частности индекс потребительских цен снизился до 3,2%, а с 3,7% база инфляция скорректировалась до 4%. И вчера у нас была возможность проанализировать промышленность потребительских цен и тоже, если рассуждать, ну прям как есть, на вводных, которые были по инфляции, тоже логично было предположить, что если снижается основной показатель инфляции, тем более так стремительно, то промышленная инфляция тоже идет на спад. И действительно, это так, фактическое значение по промышленной инфляции, в данном выражении, 1,3%, роста снижения с 2,2%, базовый индекс промышленной инфляции снижения с 2,7% до 2,4%. И еще также вчера вышел отчет по уроничным продажам, снижение на 0,1%. Это хороший индикатор на перспективу. В общем, потребительская активность это и есть то, что влияет на разгон инфляции. Если сейчас фиксируется охлаждение этой потребительской активности, то можно предположить, что снижение инфляционного давления как тенденция, как явление продолжится под конец этого года и будем надеяться в следующем, если не будет каких-либо сюрпризов от нефтяного рынка. Поэтому, возвращаясь к позиции американского регулятора, мы не ожидали, что инфляция просядет настолько значительно. Нужно, конечно же, адаптировать свое представление о долгосрочных перспективах доллара под то, что происходит. Я думаю, что вы согласитесь, что при таком снижении инфляционного давления у американского регулятора, по сути, теряются аргументы за дальнейшее ужесточение американской монетарной политики. И в целом, сохранение, например, ставки на высоких уровнях в течение длительного перевода времени. Поэтому ранее я, собственно, накануне сделал акцент на то, что при текущих настроениях индекс доллара может продолжить развитие нисходящей динамики. И пока что буду придерживаться такого сценария. Если что-то изменится после комментариев Лоретты Мейстер и Джерома Паула через неделю, то тогда, разумеется, вы первыми об этом узнаете. Потому что у нас есть возможность обсуждать рынок и каждую торговую сессию. Золото. 1962 доллара за трость кунцу. Пока что лонги удерживаю. В частности, главный аргумент за то, что золото может сохранить бычью динамику в ближайшей торговой сессии, это продолжающее снижение доходности американских облигаций. Ну, прямо тут с этим ничего не поделаешь, золото останется на коне, тем более, что и рыночный сантимент сейчас за то, чтобы этот актив вышел на новый локальный максимум. Десятилетки сейчас торгуются по показателю доходности 4,5%. За одну торговую сессию сегодня с азиатских торгов мы видим снижение на 0,64%. Двухлетние облигации торгуются на отметке 4,89%. Тоже снижение значительное на 0,34%. Если, опять же, ничего не изменится в плане сантимента, я думаю, что вряд ли, потому что фонд не такой уж прям насыщенный на фундаментальные события, то мы можем увидеть новый максимум золота уже под конец текущей торговой недели. Доллар японский иена 151,25. В комментариях был вопрос по поводу, стоит ли сейчас все-таки покупать эту валютную пару. Я думаю, что, друзья, нет. Велика вероятность интервенции, тем более, что Банк Японии периодически забрасывает на рынок инфу о том, что они держат руку на пульсе, следят за курсом, который должен двигаться, изменяться под влиянием только лишь фундаментальных факторов, но никак не спекулятивного прессинга со стороны инвесторов. И эта риторика лично меня немного отпугивает, опять же, от длинных позиций по паре доллар-иена, поэтому я ранее вам рекомендовал особо не засиживаться выше отметки 150, ждать коллекции, только после этого проявлять какой-то дополнительный интерес к этому дуэту активов. Но пока что нет открытых позиций. Как только все же проявлю решительность, об этом вам расскажу. Рекомендую обратить внимание на пару австралийцев против доллара. Ранее мы на ней заработали, поставив на достижение этой пары цели 0,65. Сейчас откатились до отметки 0,6460. Сегодня на азиатской сессии вышли очень сильные данные по австралийскому рынку труда. По сути, рост занятости составил 55 тысяч, это почти втрое выше, чем ожидали эксперты. Важно отметить, что растут заработные платы, в квартальном выражении рост составил уже 1,3%, в годовом выражении заработные платы выросли на 4%. Это существенно выше, чем ожидали эксперты. И после того, как раньше, собственно, неделю назад, Резервный банк Австралии согласовал повышение ставки до 4,35%, я допускаю, что при появлении, а не уже появились, дополнительных признаков усиления инфляционного давления, Резервный банк Австралии может пойти еще дальше, поднять ставку до 4,6%. И, на мой взгляд, вкупе еще с ростом цен на один из важнейших экспортных ресурсов Австралии, это железную руду. И на фоне выхода очень даже неплохих данных по Китаю, у австралийца сохраняется потенциал для роста и движения в район уже 0,66-0,67%. Китайскую статистику сильную мы также интерпретируем как фактор поддержки для рынка нефти. Это действительно так. По Brent я все еще сохраняю оптимистичную оценку, тем более, что помимо данных сильных по промышленному производству и рыночным продажам Китая, на стороне покупателей пересмотрены прогнозы по спросу на нефть со стороны ОПЕК и Международного аналитического агентства. Думаю, что Brent так и будет топтаться в районе 80 долларов за баррель до заседания ОПЕК, которое состоится через неделю. И уже от того, какое решение примут участники энергетического пакта, будет зависеть долгосрочная динамика рынка черного золота. Будем следить, собственно, за тем, что будет сказано. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.